Пир во время чумы, так окрестили 53-й день рождения пресс-секретаря Пескова, который, по словам блогера Лены Мира, для коллективного иммунитета сделал гораздо больше, чем созданная в России вакцина. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. На свою вечеринку виновник торжества, похоже, специально собрал всех тех, от кого легендарные небожители давно хотели избавиться, наградив коронавирусной инфекцией. Обнимаются, целуются, и, как вы понимаете, все это без масок и перчаток. Это неудивительно, ведь мы-то с вами знаем, что там, где представители правящей партии, коронавирус отменяется. Хотя я не удивлюсь, если через неделю некоторые фигуранты тусовки выложат на своих страницах рыдальный пост о том, как коронавирус ломит кости, и где, интересно, они могли его подхватить. Кстати, а почему не пригласили главного? Не тот масштаб или публика не огонь? Хотя лица у московских селебрити и правда не огонь. Такое ощущение, что все эти пляски-навки, одеты в фиолетовую ткань, гостям глубоко безразличны. И, судя по их фигурам, создается впечатление, что они поклонники хлеба, а не зрелищ. Пожрать, короче, пришли. И, кстати, господин пресс-секретарь, я бы на вашем месте проанализировала круг своего общения. Понятно, что снимать ваш утренник могли все желающие, а вот выкладывать в сеть, чтобы позлить и без того обозленных россиян, мог только ваш враг. Хотя, если и это очередной плевок в народ, который, собственно, и оплатил ваш праздник, то ничего удивительного. Значит, с днем рождения, товарищи! А между тем, московские клубы с понедельника перешли на систему чекин. Теперь, чтобы прибухнуть, москвичам нужно зачекиниться с помощью QR-кода учреждения, а подтверждение регистрации предъявить сотруднику заведения на входе. Ну, видимо, кто-то из власть имущих решил последить так за своей женой или подругой, замаскировав инициативу под способ борьбы с ковидом. Ну, типа, если у кого-то из посетителей будет выявлена инфекция, то всем присутствующим будет выслано оповещение о том, что они оказались в зоне риска. Но! Во-первых, зная широту русской души и наша излюбленная авось, вот я что-то не уверена, что все экстренно побегут проходить тестирование на ковид. У кого-то работа, у кого-то учеба, у кого-то просто лень. А во-вторых, у меня вопрос. Уважаемый Собянин, а вы уверены, что социальная дистанция не соблюдается исключительно только в ночных клубах? Я не резидент городского метрона, подозреваю, что в вагонах полутораметровая дистанция вряд ли соблюдается. И никакая маска тут не спасет, потому что ее плотность оставляет желать лучшего. А вот плотность людского потока никто даже и не пытался прорядить. Так что, друзья, велком в новую реальность, где маски медленно заменят на ошейнике. Украл, выпил в тюрьму, разлил нефтепродукты, ну с кем не бывает. С таким идеологическим настроем, к сожалению, живет вся правящая верхушка России. На этой неделе начались первые лишения для фигурантов дела о Норильской экологической катастрофе. И знаете, кто стал первым козлом отпущения? Вы не поверите. Первым опустили бывшего мэра Норильска. Отпустили, кстати, тоже. Его обвиняют в халатности при устранении последствий ЧАЭС. Ну, не решался чувак целых два дня рассказать о случившемся. Переживал, две ночи не спал, но так и не предпринял никаких действий, чтобы минимизировать вред окружающей среде. А теперь барабанная дробь, знаете, сколько дали бывшему мэру? Шесть месяцев! А теперь угадайте чего? Домашнего ареста, условного срока или колонии общего режима? Да как бы не так. Исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Ну, короче говоря, спрыгнул бывший мэр. Конечно, это же всего лишь экологическая катастрофа. Это же вам не про власть писать. Вот за нее садят. И штрафы в полмиллиона дают. А между тем, Норникев не согласен с вынесенным ему штрафом в 148 миллиардов рублей за экологическую катастрофу. Потанин считает, что погубленная им экосистема вполне сможет восстановиться и сама. А значит, и штрафа в 21 миллиард вполне хватит. И я еще молчу о том, что по словам главы Росприроднадзора Светланы Родионовой, реальный штраф лидеру списка Forbes составил всего несколько сотен тысяч рублей. Вот как-то так. Прорыв или рывок? Как на этот раз прокомментируете ситуацию, господа? Во вторник стало известно, что отправленные в США российские аппараты ИВЛ так и не дошли до американских госпиталей. Их уничтожили по всем правилам утилизации опасных отходов. Причиной такого явного неуважения к протянутой российской руке помощи стали факты возгораний аппаратов в России, ну и санкции, наложенные на компанию-производителя. Впрочем, дочка Ростеха не верит в озвученную информацию. Говорит, никаких документов об утилизации им предоставлено не было. А значит, либо американская сторона использует их по назначению, но, как всегда, пытается дискредитировать Россию. Либо, пояснили ведомстве, ситуация с пандемией в США улучшилась и аппараты просто не понадобились. При этом до сих пор остается открытым вопрос, за чей счет банкет? Россия утверждает, что это была гуманитарная помощь. Америка же настаивает, что оплатила половину стоимости бесполезного груза. А позже Кремль выставил счет на 660 тысяч долларов. Короче говоря, российский ИВЛ – это очередной груз 200. Я за тобой. Русские на войне своих не бросают. Да-да-да, русские на войне своих не бросают. Но только не те русские, которые вслед за пенсионной реформой решили провести и реформу Вооруженных сил России. Коротко о сути. Сократить численность войск на 100 тысяч человек, увеличить срок выслуги лет, то есть фактически поднять пенсионный возраст, отменить ежегодную индексацию пенсионных выплат и лишить части питания контрактных служащих. Минобороны России, мягко говоря, обалдела от такой инициативы и выкатила разгромную статью Минфину в издании «Красная звезда» в духе «Так как же страна без армии?» Действительно, кто же вас защищать-то будет? От нас. Чую, что-то в этой стране готовится. И это точно не новогоднее Оливье. А вы не подскажете, где получить разрешение в письменном виде? Екатеринбургский мэр Высокинский разрешил пассажирам выталкивать из общественного транспорта людей без масок. Внимание, цитата. Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших, все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений. Конец цитаты. Ну и типа давайте гнобить тех, кто противится моде на морде. Нету маски у тебя! Нету маски! Пошла вон! Пошла вон! А че выталкивать-то? Че не расстреливать-то, а? Вы понимаете, что вы первое лицо города, и своими словами вы фактически выдали лицензию на рукоприкладство. А разнимать дерущихся вы будете? А отвечать за содеянное тоже вы? Народ в большинстве своем буквальный, и развязывая им руки, вы толкаете их на преступления. И даже интересно, а вы это осознанно делаете? Или нет? Короче говоря, друзья, теперь пассажирам официально дано разрешение нарушать ваше личное пространство, хватать вас и выталкивать из автобуса. Но! Я всегда призывала вас к мирному регулированию конфликта. Вы можете не верить в барновирус, вы можете не заболеть, но, пожалуйста, одевайте вы эти несчастные маски в общественных местах. Просто из уважения к чужому времени. Ведь с вами в автобусе могут ехать врачи, опаздывающие на приемы или на операции. И последнее на сегодня. Навальный обратился к американскому президенту с просьбой осудить действия его российского коллеги. Об этом оппозиционер рассказал в большом интервью одному американскому телеканалу. Ранее на молчание американского ягненка обратил внимание и его оппонент Джо Байден, сравнив молчание Трампа с участием в отравлении. Но вот что примечательно, россияне встали на сторону своего президента. Если честно, его вообще замочить надо. Навального. Да, конечно. Че он живет в своей стране и еще что-то хочет. По-моему, это мега эпичное завершение программы «Жить в России и при этом еще что-то хотеть». Это беспрецедентная наглость. Живо и слава богу, скажите спасибо. И обратите внимание, это говорит человек, живущий на нищенскую пенсию от государства. Получается, Греф и Кисель ТВ добились своего. Деградация полным ходом поразила русский народ. И теперь осталось только сидеть молча и не хрюкать, и не покашливать. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашливаю. Ну, тем более. До встречи. Всех люблю. Пока-пока.